В больницах Акасии усилены врачами центрального военного округа. Они уже приступили к работе. Шесть человек распределили в самые тяжелые отделения. Врачи-анестезиолог и реаниматолог направлены в Черногорскую межрайонную больницу. Два врача-инфекциониста в Черногорский роддом и Республиканскую клиническую больницу у меня одежкина. Два военных медика оказывают помощь гражданским коллегам в социально-оздоровительном центре, а также Абаканской межрайонной клинической больнице. И вот в зависимости от потребности нас распределили по лечебным учреждениям Республики. Мы отработали полноценную восьмичасовую смену. Мы работали в отделении на связи лагеря и реанимации Черногорской центральной больницы, куда стекается весь поток тяжелых, крайне тяжелых больных со всей Республики. Да, познакомились с персоналом, все очень отзывчиво, приняли радушно, все показали, все объяснили, объяснили маршрутизацию. Принцип работы отделения. Ранее эти специалисты уже принимали участие в лечении пациентов в мобильных госпиталях Красноярского края и в Черногорске. Помощь Центрального военного округа оказывается на основании решений министра обороны Сергея Шойгу и указания командующего войсками Александра Лапина. Сегодня на апперштабе в правительстве Хакасии доложили, что прибывших врачей разместили в помещениях, свободных от ковида на базе центра имени Лебедя. Там же организовано питание специалистов. Что касается обеспеченности больниц кислородом, сегодня поступила очередная партия. Сегодня была поставка из Новокузнецка, и к вечеру будет поставка из Томска. Из Новокузнецка пришло 22 тонны, и из Томска идет 16 тонн. Но уже следующие поставки должны быть понедельник-вторник, чтобы у нас бесперебойно было. Кроме того, сегодня в Хакасию поступили почти 8 тысяч доз вакцины, новая модификация спутника с другими температурными условиями хранения. Он тоже двухкомпонентный. Таким образом, сейчас на остатке в регионе более 20 тысяч ампул. Минздрав намерен отработать систему учета граждан, которые провакцинировались. Компьютерная система периодически дает сбой, и в Москве не отображаются данные о реальном количестве привитых в регионе. В этом помогут студенты. В течение одного-двух дней проблема решится. Общее количество привитых от ковида в республике составляет почти 100 тысяч человек. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию более 65 тысяч жителей. Катерина Ирушна, Антон Михайлов, РТС.